Портреты фронтовиков и строевой марш. В преддверии Дня Победы в дошкольных учреждениях столицы прошел парад Дошкалят. Это даль памяти защитникам Отечества, тем, кто сохранил для потомков мирное небо над головой. У парада Дошкалят уже своя история. Патриотическому проекту в этом году исполняется 6 лет. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой парады проходят исключительно на территориях детских садов. С соблюдением всех санитарных правил. Сегодня строевым маршем с портретами ветеранов прошли воспитанники и педагоги столичного детского сада номер 116. Родители посмотрели праздник онлайн. Такие мероприятия, считаю, они важны, потому что выбор профессии, в первую очередь, она накладывается с малых лет. Дети в таком возрасте особенно впечатлительны, они эмоциональны. Думаю, многие из детей, из числа дошкольников, могут выбрать профессию военного. К 9 мая ребята подготовили рисунки, выучили военные песни и стихотворения. Еще одна добрая традиция – вручение цветов ветеранам. Причем цветы воспитанники выращивают сами. Ежегодно в нашей акции «Цветок ветеранам» участвуют наши воспитанники. Они целый месяц готовятся к этому мероприятию. Сажают цветы, фиалки сажают, а потом с любовью ухаживают за этим цветком ветеранов. Для того, чтобы отдать дань нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Напомним, что проект «Парад дошколят» отмечен на всероссийском уровне. Он занял первое место в шестой всероссийской открытой ярмарке событийного туризма. Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой родины, уверены педагоги детского сада. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. Яна Яранова, Георгий Кривошеин, Республика.